доброго времени суток с вами ermita сегодня смотрим фильм фильтр дан карман 210010 так марта на фильтр интересная коробочка черного черно-оранжевого цвета так что у нас здесь картон довольно плотный редко встречается вот такой есть так принципе здесь информации по минимуму масляный фильтр номера так штрих-код имеется обозначает 590 это вроде у нас больше польша так применение фиат по сайте посмотрел что-то там фиат citroen это как бы небольшой ассортимент автомобилей использовать данный фильтр так и указаны взаимозаменяемые аналоги мэн фильтром bosch hengst male порфлюкс ну вот они так довольно таки это кстати непонятно коробочка или клея не хватило или рассохлась уже слегка разваливается ладушки здесь у нас ничего интересного смотрим что у нас имеется внутри внутри у нас имеется фильтр черного цвета прикрыт пленочкой от попадания всякого ненужного мусора и тому подобного так марка масляный фильтр номер print довольно таки четкий инструкции по установку на двух языках так это немецкий по моему но это у нас английский это вроде немецкий ну не знаю выдаваться подробно сегодня да здесь русского нет там хоть что то написано масляный фильтр здесь увы ничего так и смотрим сократ нормальный матово легкоматовая красочка так дата изготовления 1808 честно признаться мне это ни о чем не говорит вроде как 1808 или так в общем дата непонятная так запаяна не аккуратненько но свою функцию выполняет мусор не попадает так сразу это похож на мановский мановский стиль отверстий входных из зажима метровской внутри так 20 резьбы здесь смотрим сразу на резьбу так ритма них драна да реально драна ну ты импортных фильтров такого не ожидаешь принципе наши отечественные невысокого качества которые даже не именитой марки имеют драную резьбу но здесь какой-то польский дэнкерман дэнкер наверно дэнкерман ладно сразу заметен резиновый противоадренальный клапан черного цвета вот такая резиночка прокладочка резиночка ну скажем так мягче чем средняя мягенькая квадратное сечение на твоем месте сидит нормально небольшие технологические разборочки для уплотнения самой прокладочки так ну в принципе и все у нас тут еще можно продуем сейчас посмотрим насколько держит воздух данная конструкция фильтра ну практически заде задерживание воздуха нету естественно много раз повторяю на среде все конечно по-другому но воздух он пропускает не на сто процентов он скажем так с небольшим небольшой задержкой скажем так 50 на 50 но выходит но раз выходит значит клапан как бы на воздухе плохо работает габаритные размеры данного фильтра составляют 78 диаметр и 101 высота вверх данного фильтра составляет 320 грамм фильтр скрыт тяжеловато резалась непонятно то ли у меня ролик затупился то ли еще что на него так ну смотрим коряло маленько получилось зажата так ладно начнем противодренарного клапана так обычная резина жесткая схлапывается вроде нормально не тонкая толстенькая прилегает у нас вроде бы все аккуратненько плотно так вот они эти зажимчики посмотрим рельбу с этой стороны но видно не слишком чисто нарезана ну без таких явных задиров но все равно грязноватой мелкие мелкие задиры есть вот как то вот так с этой стороны выглядит вот так снимаем место катушка более-менее нормально так катушка у нас неплохо сделано катушку у нас фильтрующий элемент улоган относительно равномерно в этом плюс но видим сопли причем большом количестве конечно на фильтрацию это не влияет но дай бог чтобы этот клей был оставался на этом месте всегда но некрасиво красиво ну и потом все равно скрадывает все таки большое количество клея до когда клей достатке то это принципе нормальный излишки тоже не шибко хорошо хотел вроде бы лучше проклеена но все таки чем больше клей тем площадь фильтрации у нас уменьшается ненамного но все равно как мы мы их скрываем для того чтобы смотреть на эти фильтры и радоваться если площадь фильтрации них большая так ну и жестковатый фильтрующий элемент вроде не шибко толстая бумага так уложен так поддай не поддается в принципе свои действий на разрыв устойчив так ну и вот такая как большой резиной перепускной клапан какой-то пыли маленечко так ладно внутри да внутри у нас ржавчина есть вот ее видно ржавчина если фильтр восемнадцатого года вот как бы если он восемнадцатого года если то есть восемнадцатый год то в принципе логично 20 21 4 года уже прошло почти фильтр покрылся ржавчиной внутри принципе это вполне возможно так тугущая пружинка складывается витки внутрь так сказать слегка уменьшает габариты выемка имеется на не прямо по пружинке перепускной клапан у нас еще раз резиной диаметр составляет 12 с половиной 12 с половиной миллиметров тугой у нас туговатый ух его мы да кстати довольно мало того что он тугой клапан еще на сухую скажем так очень туго ходит вот вот заклинило об ушел о мне это не нравится да ну понятно что он не должен открываться прям полностью но ход у него жестковатый очень русский рейс закусывание вот идет закусывание масле понятное дело все будет наверняка будет все хорошо работать но на сухой опыт застрял он застрял опять застрял опять но это не 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 в самом начале открытия эту папа на уже открытый вот тут подкусывает его не знание есть хорошо так и ладно начало открытия клапана составляет 2 и 3 2 и 4 килограмма жесткий клапан поэтому плюс сама резина на клапане находящийся где-то 2 и 3 2 и 4 килограмм точность тут не получается измерить точно тут не получается измерить перерасчете давление открытия получается 2 бара примерно около двух вот как то так но по-моему фиатовский да не более другие клапанишки по-моему так и должно быть просветном все использовали ту же лампу как бы не очень света проходит много плотность как бы не совсем такой плотный фильтрующий элемент но складки вроде уложены не столь редко что само по себе кстати равномерно практически в данном случае аккуратно но света проходит много через бумагу через фильтрующий элемент для измерения площади фильтрации возьмем высоту фильтрующего элемента 7 сантиметров так неглубокая штора так большого диаметра внутренний цилиндр что уменьшает глубину складочки повышает жесткость конечно но площадь фильтрации будет небольшая так как длина фильтрующего элемента не очень впечатляющая так ну разбираем торцы вот и так похрустывает что-то но не разбирается один ушел второй цилиндр жесткий большого диаметра обработка в принципе ни на что не влияет но не ахти так и что у нас тут получается да штора у нас не глубокая проклейка торцов принципе хорошие ну как заметно было есть в некоторых в одном месте наплыв излишек клея так вот он здесь опять поранился здесь вот с этой стороны излишки клея но торцы проклеены и даже и за счет большего возраста количество клея хорошо здесь замечаний нет клапан клапан подкусывающий клапан так вроде ходит нормально почему он подкусывал ну жестковато ходит ему не нужно открываться сильно полностью но все равно ход ход же жестковат и с легким подкусывание скромная длина 129 сантиметров и высота 7 сантиметров дает нам площадь фильтрующие элементы 900 сантиметров в квадрах в принципе я думаю будет меньше ну это принципе более менее нормально сравнить по толщине фильтрующие элементы но тенкерман маленько проигрывает мали совсем чуть-чуть но проигрывает вот так выглядит на просвет сравнение 3 7 но опять же ничего такого да надо микроскопу откладывать все это он неприемлемый трущий элемент данкерман в сравнении с фильтром мали краткое резюме по данному фильтру вполне приемлемый фильтр явных косяков прямо то уж прямо таких буквальных нет да можно маленечко под сомнение поставить работу перепускного клапана но опять же до определенного момента он не закусывается то есть открывается нормально не полностью да но при то давлении я сомневаюсь что он должен полностью открываться там буквально чуть-чуть при открытом на полу сантиметром все равно открывается без закосы например более-менее резиновый противоадренарный клапан как бы очень фильтрации как ни странно более-менее проклейка торцов отменная если сопли но за счет чуть большего количество клея не прям не столь критично не выдающийся фильтр но и косяков явных у него нет фильтр можно рекомендовать к использованию с вами был эрмита смотрите мои распилы всем удачи пока а